Нам выбирать уже нечего. Какие глаза там были перед смертью, не верил человек, сказал, все перед Богом. Смысл у нас священника, исповедовалась она, причащалась, не причащалась, ничего и нету. В пустую жизнь жил человек. Смотри, добрые дела. Игнатий Тихонович, спасибо вам, спасибо за ответ. Еще последний вопросик, не смею вас задерживать. Вот, смотрите, замечают такую тенденцию, что в храмах православных батюшки, батюшки, священники, все подстригают, свои бороды, кончики, усы подравнивают, пытаются красивыми выглядеть перед людьми. Не нарушают ли они Слово Божие этим самым? Как ведь говорится, не отстригай концов волос своих. Не просто не подстригайте бороды, не портьте. А они говорят, что я причащаюсь, там мешает. Глупостью это все. Только губы прижал, и нигде ничего нету. Это они обманывают себя. Там 86 правило 6-го Вселенского собора толкования. Прямо говорит, завивают волосы, и красят, и подрезают. Все это от лукавого. От лукавого? Это от лукавого. И по-другому никак. Даже в земной Иерусалим, когда у Давыдова слух полбороды обрили, он не запустил. А говорит, идите, встрели их там дорогой от царя Давида, псалтырь который, в город Ерехон, город проклятий. И там живут, пока бороды не отрастут. А мы в небесный Иерусалим идет еще. Игра какая? Пальцами не трогай, не с волосинки не трогай. Какая есть? У вас, видите, какая борода шикарная. Год уже не прикасаюсь к ней. Вот. Я говорю, посмотрите, атеисты. Фриды и Хэнгерс. Вот только чуть видно, где ямка. Кармарс поменьше, у Ленина бородка. Я говорю, у Сталина одни усы, а у Хрящевой на голове уже еще нету. И друг за другом так и идут. Ну, голову-то нам чуть-чуть можно подравнивать. Ну, подравнивай. Да ты можешь полностью волосы состричь. Чтобы не быть как девушка, да, с длинными волосами? Нет. Лишь бы они у вас не были длинными, там никакие косички, не допричь. Мужчина растит волосы, это бесчестье для него. Апостол Павел говорит, 14 глава Евангелия, это первое посадие к Коринфянам. Не сама ли природа учит вас? Природа мертвая учит. Если женщина растит волосы, для нее счесть. Она, наоборот, волосы все обстригает и такая... Смотреть не на что, как пугало огородное. Да еще в штанах мужских. А это мерзость. 22 глава 5 стих второзаконие говорит. Да, да. Ладно, Игнатий Тихонович, вам очень приятно было с вами пообщаться. Вам благословенного, хорошего дня, помощи Божьей на всех путях ваших, здоровьице. Ну так что бабушка, которая вас сирот выкормила, выходила, вы хорошо в домашней молитве можете помолиться. А в церкви за нее молиться нельзя, если неизвестно, что она крещеная была. А если известно, что крещеная, но не веровала? Ну не веровала, еще хуже, если совсем еще нет. Крещение, это ему будет свидетельство, что ты Христа призывал омыть ее кровью, а потом пошел как свинья валяться в грязи. Тут нам не надо там родной, неродной, Бог не на это смотрит. Вера, она ощущает. Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня. Иго мою благо, бремя легкое, и найдете покой душам вашим. Евангелие от Моффея, 11 глава, 28 до 30 стиха. Вот все в этом. А неверующий Бога представляет его лживым. Да я не говорил. Э, ты в миру жил. А дружба с миром есть вражда против Бога. Якова 4,4. Прямо говорит. Кто любит мир, кто нет любви отчая. Она если не верила, то она сама по себе не жила. Она по этой моде мира и жила. Посты не соблюдала. Как она может соблюдать, когда она не в церкви? Зачем ей это надо? Ну ясно, ясно. Да. Вы, если дома будете молиться, это вам можно. И в конце добавь, скажи, Господь, если моя молитва не угодна, прости меня. Я не знаю, крещена, нет. А если она была крещена, была верующая, мы ее не можем сделать ни хуже, ни лучше. Первое послание Коринфе, 4,5, говорит. Не судите никак прежде времени, доколе не придет Господь и не осветит сокрытого во мраке. И тогда похвала будет каждому от Бога. Вот как. Нас Господь будет судить по Евангелию, поэтому по нему надо и сравнивать свои поступки, мысли, заботы. Ну все, Игнат Итихович, спасибо вам большое. Храни Господь. Мы говорим, спаси Христос. Спаси Христос. Аллилуйя, Александр, с Богом, давай.